Всем привет друзья, с вами снова Беркли и сегодня у нас новый автомобиль на подиуме в казино GTA Online. Сегодня у нас на подиуме прекрасный автомобиль ProGentiros. Цена его на сайте составляет 2 миллиона 550 тысяч, но мы его покупать не будем, а выиграем его абсолютно бесплатно. Также не забывайте подписываться на канал и ставить свои лайки, чтобы не пропустить очередной тайм-код очередного автомобиля в GTA Online. Ну и давайте не будем медлить, а просто покрутим данное колесо удачи. Просто подходим к колесу и когда появляется уведомление покрутить колесо, отсчитываем ровно 3,9 секунды. Но советую вам крутить чуть раньше, то есть на несколько миллисекунд быстрее. Лично я кручу, когда вижу на секундобеле 3,4 или 3,5 секунд. И так я выигрываю данный автомобиль, потому что несколько миллисекунд уходит на реакцию и на нажатие клавиши покрутить. Ну и как вы видите мы успешно с вами выиграли данный автомобиль и он отправляется в наш гараж. Давайте мы туда тоже отправимся и протестируем его, посмотрим на что он способен. Ну и на этой неделе у нас, как вы можете наблюдать, Рокстары добавили новогоднюю ёлку. Но давайте отправимся к нашему автомобилю, он находится у нас чуть выше. Сразу могу выделить в нём то, что в нём есть прекрасная ламба двери. Но давайте протестируем его также скорость. Честно говоря, я еле выехал на улицу из гаража, потому что добавили снег. И его очень сильно заносит на снегу. Не знаю, возможно так происходит всегда и его так постоянно заносит, но на снегу с ним ездить просто невозможно. Потому что задний привод даёт о себе знать и постоянно буксует. Но я думаю, что это всё-таки из-за того, что у него очень большой разгон. В повороты он входит довольно-таки неплохо и можно легко куда-то повернуть. Но в то же время, когда снег, очень трудно его протестировать. И зачастую на поворотах его всё-таки заносит. И думаю, многие согласятся, что на таком автомобиле лучше ехать летом, а не зимой. Но давайте отправим его в нашу мастерскую и посмотрим, что мы сможем изменить. И возможно, что-то даже поменяется. Я как всегда поставлю всё на максимум. Броню, тормоза и тому подобное. Двигатель тоже я поставлю максимальный, четвёртый. Насчёт глушителей. Их здесь только три. Я тоже решил поставить поседний. Далее клаксон, фары, которые я пропустил, а также раскраска. Здесь раскрасок только две. В принципе, они не такие дорогие и выглядят они довольно-таки неплохо. Я, пожалуй, тоже поставлю поседнюю пока что. Далее, как всегда, поставим именно и номера. И жёлтый, и на чёрном. Ну и, конечно же, окраска. Оставим, как всегда, металлик. И я поставлю какой-то красный металлик. Думаю, он будет смотреться неплохо. Хотя под такую раскраску вряд ли что-то хорошее подберёшь. И тут я немного тоже огорчился, потому что здесь нельзя поменять дополнительный цвет. Если вам не понравилась основная окраска и раскраска, вам придётся разве что миксовать с самими раскрасками. Что я и сделал, потому что данная раскраска, которую я поставил, мне не сильно нравится. И всё-таки я решил поставить самую первую. Потому что она более такая неприметная. И лучше смотрится с красным цветом. После этого я решил поставить красные фары и красный неон. Тоже это сделал я под основной цвет нашей краски. Ну и, конечно же, спойлер. Их здесь только два. Но они не очень смотрятся с данной раскраской. Поэтому я решил поставить самый первый. То есть стандартный спойлер. И под конец спортивную подвеску. Потому что мы её модифицируем на максимум. А также максимальную трансмиссию ставим. И максимальный турбонаддув. Ну и под конец я решил поменять эти оранжевые колёса. Потому что они мне не очень нравятся. Я поставил эксклюзивные и решил изменить их цвет на чёрный. Также для них я добавил раскраски. Поставив пули непробиваемой шины и чёрный дым от покрышек. Ну и самая последняя у нас модификация. Это модификация стекла. Который я тоже поставил на максимум. И сделал максимальную тонировку. В целом на полный тюнинг у нас ушло примерно 350-400 тысяч. При том, что я ещё ошибся с выбором раскраски. В принципе как всегда. Но не могу не согласиться с тем, что оранжевый цвет сверху смотрится так тебе. Но к сожалению его никак нельзя поменять. Ну и после этого я решил её протестировать на дороге. Насчёт управляемости конечно же ничего не изменилось. И она также сама буксует. И время от времени её заносит на поворотах. Но не могу не согласиться, что разгон у неё довольно-таки большой. И 100 миль в час набирает она довольно-таки быстро. Всё-таки это спортивная машина. Думаю, что летом на ней ездить в самый раз. Ну а зимой её лучше поставить пока что в гараж. Но по дороге в гараж я встретил обычную парковку, где не было снега. И всё-таки решил её протестировать и там. Но к сожалению чуток изменилось управление, но не сильно. И её всё также заносит. Думаю это скорее всего из-за того, что здесь задний привод и большое ускорение. Поэтому её зачастую на поворотах может заносить. А так в целом я думаю, что упор не сойдёт. При том, что мы её получили абсолютно бесплатно. Не считая тюнинга. Ну и на этом у меня всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Чтобы не пропустить очередные выигрыши данных автомобилей и тайминги на моём канале. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Всего хорошего.